Между тем Что вы слышите? Что вы хотите понять? Что вы думаете, что вы понимаете? Что вы понимаете? Есть 10 шансов к этому, что возникнут трудности в общении, но все-таки попробуем. Стараюсь сделать так, чтобы не было стыдно. У меня всего один слушатель, и он уже все это слышит. Крой пикс. Трэк Гоу. Что может быть хуже, чем два неуверенных уебка? Пытаются делать что-то дружно. Подруг на члены не меняют, а насаживают. Мне кто-то обоссал сидушку, что ты сделал? Слава, блять. Что ты сделал для рэпа? Лично я убил янгтрэпу. Но вот что-то мне нихуя не стыдно за это. Ты отправишься на родину просто, чтобы глотнуть спермы, пока пиздючки не понимают, куда уходит детство. Мне стыдно за все мое творчество. Мне стыдно передвигаться по городу. Мне стыдно за все мои образы. Мне стыдно, но это повод для гордости. Мне стыдно за все мое творчество. Мне стыдно передвигаться по городу. Мне стыдно за все мои образы. Мне стыдно, но это повод для гордости. Дабы не сверкать с альбомами, мы пили микс-тейп. Статую отрачащего Буковский в Кремле. Заклеил камеру на ноуте, но оставил на телефоне. Гимн России ассоциируется с началом футбола. Фоткаюсь в колпаке, будто кашу подмодника. Но мы все под колпаком и серийным номером. Твой мир ни о чем. Тарантиновский диалог. Ты сжигаешь жир. Всемирный потоп. Мой сильный и бабельный, как твоя баба. Кинул ей две палки, как сигареты. Корсар, блять. Я тебя заебался ждать и нашел. Девочка Куколт. Второе имя гений. Первая пиздобол. Раньше девочки были целки, а женщины матеряны. Сейчас все бляди бездетные с резиновым материалом. С принадлежностями для ебли в сумочке дамской. Ты такая милая, можешь пойти нахуй. Мне стыдно за все мое творчество. Мне стыдно передвигаться по городу. Мне стыдно за все мои образы. Мне стыдно, но это повод для гордости. Мне стыдно за все мое творчество. Мне стыдно передвигаться по городу. Мне стыдно за все мои образы. Мне стыдно, но это повод для гордости. Мне стыдно. Я желаю сказать нечто, но меня удерживает стыд. Мне стыдно. Мне стыдно. Мне стыдно. Девочки носят милитарию. Моя будущая бывшая. Любят сладости. Особенно вино полусладкое. Особенно белое. Его сложнее подделать. Как говорил Юрий Гагарин. Все, сука, приехали. В этом подъезде жильцы неуважаемые. Ауф. Если спиздил панч, крикни вовсе глотку. Ауф. Она любит милитарию. Одевает дверцы тяжелые. Прищемляет мне яйца, но мне как-то не больно. Все твои деньги это билеты из банка приколов. А я из роддома приколов. Похоже, нихуя не стою. Она позволяет мне любые извращения, но дает телом. Дает карт-бланш, используя его в своих целях. Единственное условие не трогать ее менталку. Можно сразу пойти наху. Стоит вспомнить про брата. Или издеваться над ее взглядами в любом вопросе. Но такое садомазы я не видел даже в порно. Жизнь одна. Это значит, что мы одноразовые. Не стоит стараться мыть, если посуда грязная. Достаточно взять нового, а эту выбросить на помойку. Пластиковая тара. Глубиной два экватора. Перевязывать себе руки армейским ремнем. Подчиняется мне, хотя в жизни я и на крутого не похож. Ей нравится ограничение свободы во время секса. Но думает, ей нужна свобода во все старшееся время. Вспомнил эпизоды своего подросткового возраста. Я читал с телефона Бёрджеса и погас дисплей. Примерно тогда я впал в депрессию на 10 лет. Вышел по УДО. Каждую неделю обязан вспомнить. Посмотри мне в юбиле. Ты спой песню летого или гражданской обороны. Ты просто секси. В этой унисексу не хворми. Минобороны старшего брата, двухсотого солдата. Прости меня за это. Я не черноморская белука. Я птюдёйца Алтайских гор. Раскрывая иглы, будто буга, если слушай гон. И уже не громок, будто толпы топы. Сила потом всю тревогу после моих рваных злоб. Я живой, и я трясу открытыми костями. Хватит, но мой голос запечатан. И играть не перестанет. Было лучше, стало хуже. Пик не нужен, друго тушен. До последнего вам лучше. Разъебав все мулендуши. Рифма банальней, чем твои шутки. Панчи еще более. Русу не хватило актеров на роли в хлебе с меченою. Потом перевод будет одноголосый, как в девяностых. Не могу встать на мостик, ибо спина в коростах. Не знаю, что сказать своим долбоебам. Подскажите в комментариях, у кого ответ хуёвий. Того сообщения удалю, если так угодно. А ты представил, что ты спорный, и что Туанн спорман? Привет. Я, как вы уже могли понять, очень люблю андеграунд. И, в принципе, русский андеграунд. Вот, вот, и... Вот, вот, и... Этих ужасных ликеров разного цвета мне хватит. Льется вино из моей кровати, на улице была гроза. А я писал стихи, в которых мой поэт всю ночь плакал. Мне нравилось ничего не делать, и просто сидеть на заднице. Обманывать всю судьбу и себя чисто для забавы. Есть что-то такое в прокрастинации, что мне нравится. Одинокий вечер, запах кофе и дыма с глазами красными. Живя на грани, словно змей до присоединения. Гастия, я не смог определиться с пределами дозволенного. Прыгал через стену и бросался в пучину бездонную. Быть поэтому это проклятие или вредная привычка. Забавно, что эти строчки... Единственное, мол, наследство, которое я оставлю, если не решусь состерить нахуй. От разгульного жизнеописания до смертного приговора. Я призывался к заниматься вошлостью. И только, да хуя гетонист. Но сегодня я устал украшать эту историю. Поэзия ебаная. Поэзия ебаная. Поэзия ебаная. Поэзия ебаная. Я простой работник городского телеканала Где целыми днями идут штампованные сериалы с рекламой Где считается, что любовь это самое главное С внешностью посетителей комнаты кривых зеркал Сегодня приглашен на поминки одного персонажа Который въебался на байке, на трассе, на глазах у матери слезы Я здесь постольку, поскольку был хороший знакомый Знакомый относительно долго, хоть и виделись не чаще, разу в полгода У него отличный бизнес, магазин и мир моды И вот я сижу в кругу неизвестных мне рожь, блять Слушал всю эту поеботу на тему его персоны Какой же он был хороший, его говно воняло рожами Кто-то включил грустную музыку, она отлично сработала Все поникли, и я подумал Я бы тоже слушал макулатуру, не будь она попсовой для улицы Когда включили музыку, только я додумался пригласить вдову на танец Она засеснялась, но не ответила отказом И мы встали в центре банкетного зала Это был настоящий макабр Скоро она сквозь слезы стала улыбаться Мы танцевали дальше, песни были параши Но меня хватило еще на некоторое время И вдруг я почувствовал ее руку в моем кармане Ее легкие поглаживания, а она покачивалась и была пьяной Налакалась бенишком, игристая сделала ее игривой Поэтому увезти ее не было трудной задачи И в тот же вечер мы трахались на моей съемной хате На том же диване, где я своим мужем когда-то распивал Балтику девятку Я заскочил в кругляк и взял еще шнапсы и ликера Тогда я не знал, что нас ждет несколько лет совместного заплоя Утром раскроешь шторы, я еще сука сонный Ты не знаешь, где я был эту ночь, я люблю тебя тоже Мне очень сложно верить людям, особенно женщинам Если ты изменишь мне, не бойся, я не повешусь Ведь я ебу других уже далеко не первый месяц И мне безумно нравится, не скрывать от тебя это Мне тебя жалко и поэтому я люблю тебя сильно Мне так нравится, когда ты плачешь обиженно Ты засыпаешь с мокрыми глазами в одиночестве Я засыпаю с блядью, лицом утону в ее волосы Ладонь углажу и щептину на лобке Колется, ты на грани самоубийца, но мне всегда похуй Я специально забуду заблокировать экран Ты случайно прочтешь всю переписку в ВК Я специально поеду и скажу, что не знаю куда Ты промолчишь, но к твоему сердцу точно пизда Так странно, чтобы любить тебя, мне нужно унизить Тебе было похуй на первую смерть, переживешь и эту Я ненавижу тебя за то, что у тебя все хорошо Я уничтожу все, что было дорого, мне похуй Я сожгу наш уют, я уже привык к холоду Я убью тебя, сука, но сделаю это от бессилия Я совершу семь грехов и заведу сына от умения Зачем нужно доверие, если им нельзя воспользоваться? Я ее наебывал и наебывал Дом сгорит, ты внутри, я заплачу Это не самый хуевый день, но жизнь неудачна Я проснулся, ты скоро расстроишь шторы Ты не знаешь, где я был эту ночь, я убью тебя позже Но это заебет меня скоро, мне нужно новое Сглядеть или дома, есть одна проблема Я сплю и вижу одну и ту же картину Мы ебемся, а он глядит на меня сквозь облако дыма Мы ебемся, а он глядит на меня сквозь облако дыма Субтитры создавал DimaTorzok Валерию Шпякину посвящается Наша учительница английского языка и литературы Мисс Гритис была неподражаема Блонника с чуть-чуть длинным, остреньким носом Ее нос был не очень хорош, но этот маленький недостаток терялся на фоне массы достоинств Она носила облюдающее платье с глубоким декольте Черные туфли на высоком каблуке и шелковые чулки Она была как прекрасная змея с восхитительными ногами За свой стол Мисс Гритис садилась в опи для того, чтобы провести перекличку Потом она неизменно вставала и сгружалась на стол Она сидела, закинув ногу на ногу Ее юбка будто ненароком задиралась Мы не могли налюбоваться на этих коленях, бедрах Ничего подобного мы не видели Лили Фишман не в счет, она все же была женщина-девочка А Мисс Гритис женщина в полном соку И мы каждый день на протяжении всего урока не отрывали от нее глаз Не было в нашем классе парня, которого не охватывала бы тоска Когда раздавался звонок, возвещающий к концу урока английского языка Мы часто обсуждали ее поведение Вы думаете, она хочет, чтобы ее выебали? Нет, я думал, она просто драйвит от нас Она знает, что сводит всех с ума своей жопой И это все, что ей надо Больше она ничего и не хочет Я знал, где она живет, как-нибудь я подвалю к ней Попереди яйца Что? Да я отъебу ее вовсе щели, она только этого и ждет Один парень из восьмого класса говорил, что ходил к ней один раз Да? И что случилось? Она открыла дверь, возраст очнушки Энгостические были практически наружу Парень сказал, что забуду, что ему заданного надо Она предложила ему войти Лапшу вешает Да нет, ничего не произошло Она налила ему че, он сказал, что заданным он ушел Если бы на его месте был я, то знал бы, что нужно делать Да? И что бы ты сделал? Сначала я бы вдул ей в задницу Потом опробовал ее махнастку, затем сумму между тихими А под конец оставил бы ее отсосать Твой не смешной фантазер Да ты хоть раз тянул кого-нибудь? Засыл свой язык в жопу Я даже не могу сочетнять, сколько образов палок Ну расскажи, как это было Да фаршиво Что не мог кончить? Да я всю ее обкончал, я думаю, что никогда не остановлюсь Обкончал все свои ладони Ну-ка, покажи ладони Да пошли вы к черту Я думаю, что никто из нас еще не ебался, сказал один парень Поисло молчание Неправда, я ебался, когда мне было еще 7 лет Вдруг прозвучало заявление Это еще ничего Вот я тянул свою первую девчонку, когда мне было 4 Подходил следующий Эй, Ред, ну ты загнул Я затащил ее в тот дом и отымел, не сдавался, Ред Ты у тебя стоял? Конечно А ты кончил? Я думал, да, что-то там выскочило А я на салью в пизду Нифига себе А как звали твою девчонку? Бетти Эр Черт Воскреснул парень, который фризорше стал мужчиной в 7 лет Ее тоже звали Бетти Эр Тайша шлюха, ответил на это Ред Однажды весенним пригодным днем мы сидели на уроке английского И мисс Гридис восседала перед нами на своем столе В этот день ее юбка задралась особенно высоко Это было и убийственно, и прекрасно, и божественно, и развратно Икры, бедра, мы были на грани восторга и сумасшествия Непостижимо, Плешивый сидел напротив Он дотянулся до меня и стал тыкать пальцем мне в ногу Сегодня она бьет все рекорды, прошептал Смотри, смотри Вот черт, отпихнул его я, заткнись Вдруг она заметит, и одернет юбку Плешивый убрал руку Я ждал затоев дыхания, но юбка мисс Гридис оставалась на прежней высоте Мы не спугнули ее Поистине, этот день останется в нашей памяти навсегда У всех парней в классе был стояк А мисс Гридис продолжал разглагольствовать Я уверен, что никто из вас не слышал ни единого слова Не улавливал ни единой мысли Девчонки тоже перебрасывались между собой краснореченными взглядами Как бы говорят друг к другу Эта сука зашла слишком далеко, и она готова пойти дальше Но это было не так, мисс Гридис уже дала нам нечто большее, чем мисс Гридис Просто показала нам всю пизду Это ее ноги Солнечный свет заливал эти ноги, играя и плескаясь на теплой поверхности шелка Юбка задралась так высоко, что мы затоев дыхание молились в ожидании Что вот-вот завеса таинства приоткроется Ума помрачающая грань Словно бы конец света смелился его возрождением И затем снова все урушилось Реальность и нереальность перемешались Солнечный блеск, бедра и шелк идеально гладки Излучающее тепло и неотвязно манящий Вся классная комната наполнена с неизъяснимым трепетом Отчего в голове происходила резкая и частая смена помутнений с озарением А мисс Гридис сидела на столе, как будто ничего не происходит И продолжала свой рассказ И становилась еще лучше и еще страшнее От того, что мисс Гридис притворялась, будто ничего не происходит На мгновение я опустил взгляд и увидел поверхность моего стола Как под увеличительным стеклом Рисунок структуры дерева походил на водяную воронку Я быстро поднял взгляд и снова впился в ноги Проклиная себя за то, что потерял это мгновение И возможно пропустил главное И тут послышали звуки Ричард Уайт Он сидел на задней парте Огромные уши, толстые губы Какие-то опухшие и уродливые Чудовищно бутянутая голова Его глаза были почти бесцветные Они не отражали нечувственного интеллекта Длинные ноги и постоянно открытый рот Когда он пытался говорить, слова вылетали из него неожиданно С длинными паузами Его нельзя было назвать даже маменькиным сынком Никто никогда не разговаривал с ним Создавалось впечатление, что при его создании упустили что-то очень важное На нем была чистая одежда, но рубашка всегда-то порчилась И на ней и на брюках отсутствовали одна-две пуговицы Ричард Уайт Неизвестно кто, неизвестно где живущий каждый день ходил с нами в школу Ричард Уайт дрочил Он салютовал неземным ногам и бедрами из Гридис Бедный урод окончательно расслабился Возможно он вовсе не понимал, что называется правил и норм общественной морали И сейчас мы все слышали его Мисс Гридис слышала, слышали девчонки Но естественно все догадывались, чем он так шумно занят Этот придурок был так туп, что у него не хватило элементарной смекалки протушить звук Наоборот он все больше и больше входил в раш Хлюп из очистилец, сожатый кувак стал долбить по обратной стороне парты Вы смотрели на мисс Гридис Что она будет делать? На мгновение провокаторша запнулась, затем окинула взглядом весь класс Выдала свою обычную дежурную улыбку и продолжила Я уверена, что английский язык есть самая выразительная и заразительная форма общения И мы должны осознавать, что владение великим языком Есть наш уникальный дар, злоупотребляя им Мы оскорбляем на миг себя Так давайте же прислушиваться к нашему наследию Относиться к нему бережно и с любовью На базе этого развивать наш язык, экспериментировать с ним Мы должны отойти от Англии и ее языковой культуры На базе которой развивалась и наша культура Потому что несмотря на все ее богатство, красоту и изящность Наш собственный американский язык содержит в себе еще очень много глубоких Исследованных ресурсов, которые до сих пор остаются невскрытыми Но как раз эта ситуация и позволяет надеяться, что однажды у нас произойдет литературный взрыв Да, Ричард Уайт был одним из немногих, с которыми мы никогда не общались На самом деле мы боялись его Он не был одним из тех, кого можно было отмудохать и получить от этого удовлетворение Нам просто хотелось держаться от него подальше Так далеко, чтобы даже не смотреть на него Чтобы не видеть этот незакрывающийся рот Пайст жабы, который перешибили хребет Мы избегали его, потому что Ричард Уайт был непобедим Мы замерли в ожидании, тогда как Мисс Гритис продолжала свой рассказ о перспективах английского языка На почве американской литературы Мы ждали, а Ричард Уайт все распоясывался Его кулак бился о парту и девочки испуганно переглядывали А пацаны думали, как этот урод оказался среди нас Он мог все испортить После его грязной выходки, Мисс Гритис одернул свою юбку раз и навсегда И вдруг тишина Ричард остановился Он кончил Мы украски косились на него Он сидел, как ни в чем не бывало Где осталась его сперма на коленях или в кулаке? Звонок Урок английского языка окончен Но продолжение следовало Теперь, слушая Мисс Гритис, которая по-прежнему сидела на своем столе Ногу на ногу Мы слушали и Ричарда Уайта, который дрочил под партой В конце концов, мы, парни, смирились с этой ситуацией Со временем это стало даже нас развлекать Девчонкам тоже пришлось примириться Но все же это мне нравилось Особенно и Лили Фишман, которую совсем позабыли Кроме Ричарда Уайта, в нашем классе была у меня другая проблема Гарри Уолдон Девчонки считали его красавцем У него были длинные золотистые кудри Одевался Гарри броско и изящно В своей одежде, в которой преобладали темно-зеленые и темно-голубые цвета Он выглядел как щека 17-го столетия Ума не провожу, откуда его родители достали такие шмотки На уроках Гарри сидел всегда очень тихо И учителей слушал предельно внимательно Будто все досконально понимал Он гений, говорили девочке Мне он не казался чем-то экстраординарным Единственное, чего я не мог понять Почему это наши отмороженные парни не конфликтовали с ним Вот это меня действительно беспокоило Как ему удавалось избегать спичек Как-то на перемене подловил его в холле и остановил Я лично не вижу в тебе ничего удивительного, как сказал я Так это всем пришло в голову, что твою головну особен Уолден взглянул направо И когда я повернул голову, чтобы посмотреть, что он там приметил Этот путь скользнул мимо меня Через мгновение уже сидел в классе на своем месте Почти каждый день повторялся Одно и то же Безгринд со своими ногами Ричард со своей суходрочкой И этот прилежный, безмолвный Уолден Исполняющий обязанности гения Меня это травмировало Я приставал к нашим ребятам Послушайте, парни, вы действительно думаете, что Гарри Уолден гений? Он просто сидит в своей припизнутой одежде и молчит Что это так, а мы все можем так Они ничего не отвечали Я не понимал их пиетета по отношению к этому мудаку Дальше хуже Пошла молва, что Гарри Уолден встречается с Мисс Гридис каждую ночь И на правах ее лучшего ученика занимается с ней любовью Меня это убивало Я представлял себе, как большевик гений снимает с себя свою зелено-голубую Амуницию вешает ее на спинку стула Затем вылезает из своих сатиновых трусов оранжевого цвета И просказывает под простынь, где Мисс Гридис укладывает его золото-кудрявую голову Тебе на плечо ласкает ее Ну и дальше в таком духе Об этом шептались девчонки, которые, казалось, всегда все знают Но даже они, те, кто явно не симпатизировала Мисс Гридис Считали, что ситуация складывается нормально По их мнению, это происходило совершенно резонно Потому что Гарри Уолден был так хрупо-круто-чонен Что нуждался в симпатии и поддержке настолько, насколько это возможно Я не удержался и еще раз подловил Гарри Уолдена Я порву тебе очков, девчонок Больше ты не наебешь меня Гарри посмотрел на меня, потом перевел взгляд поверх моего плеча И кивнув, сказал Что это там? Я оглянулся А когда вернулся обратно, его уже не было Гарри сидел в классе в надежном окружении девчонок, которые думали, что он гений и любили его Слухи о ночных посещениях Гарри Уолдена Мисс Гридис разрастались и ширились И он даже несколько дней не являлся в школу Для меня это были прекрасные дни Потому что приходилось иметь дело только с уходрочкой дебила Пережить ее было гораздо проще, чем непонятное обожение всех этих девочек в юбочках, в кофточках На крахмаленных льиных платьицах За наличие золотых кудрей на голове Пока Гарри отсутствовал, девчонки перешептывались Он слишком чувствительный ко всему А Рэд Кирк Патрик сказал Она заебывает его у нас В один день я зашел в класс и убедился, что место Гарри Уолдена пустовало Я посчитал, что он, как обычно, отдыхает с перееба Затем от парты к парте полетела весть Я всегда самый последний узнавал все новости Но наконец зашло и до меня Прошлую ночь Гарри Уолден покочил с собой И Мисс Гридис еще не знает Я посмотрел на его место, больше он никогда не будет здесь сидеть Все его яркие одежды канули Мисс Гридис закончила перекличку Сгромозилась на свой стол и закинула ногу на ногу Высоко закинула Чулки на ней были более светлого оттенка, чем обычно Подол юбки заметно продвинулся в своем расхождении по крутизне бедер Американская культура, заговорила Мисс Гридис Предназначена для величия Английский язык в данный момент крайне ограниченный И жестко структурированный Будет раскрепощаться и развиваться Наши писатели будут пользоваться, как мне хотелось бы думать Тем, что называют американизмами Чулки Мисс Гридис были почти телесного цвета Складывалось впечатление, что на ней вовсе нет Что она сидит перед нами голая И именно эта кажущая санагота Ее ненастоящее сделали зрелище лучше, чем если бы она действительно была без чулок Все больше и больше истин мы будем открывать на пути развития своей собственной речи И этот новый голос будет свободен от старой истории Старых нравов, пережитков и бесполезных иллюзий Мне не нужны Их представление о качестве Их гребаный мир Который сделал меня тем уебищем, которым я был Т.Л.Музик Ебать не нормально, это я стрелял в Трамп Поддержите курс фарватеров Я читаю, как будто сейчас 2010-й Блять, мой кореш потлатый Но не пидор с корнями, выкрашенными в цвет океана Рэп забрал самое дорогое, что у меня было Дерьмо начинает вонять только после выхода Иногда мой рэп выглядит, как ёбаный цирк Кажется, осталось лучше понимать этот мир Не планишь то и как, а кто и где, как этого добиться Я смотрю на этот мир глазами эгоиста Большинство моих шуток остались непоняты Меня очень сильно забудет кожа до костей И чистота города, а не деревня и рожа в навозе У меня до сих пор твой номер в быстром наборе Твои трусы это карманы Робинзона и чувства свободы Или как в той книге Орвелла, бунтарка только ниже пояса Мои пальцы пахнут ее вагиной, выход есть в ход Если ссувать не дубану, что будешь срать через рот Да впрочем, какая разница, ты согласен только на капры Один хуй, я буду работать клоуном и пидорасов Заказываю в баре молоко плюс, даю пока не лопну Кстати, это я заметил, ютюмо вам похуй Но что если в этих стах есть хоть капля правды Это я стрелял в Трамп, а теперь пошли нахуй Заказываю в баре молоко плюс, даю пока не лопну Кстати, это я заметил, ютюмо вам похуй Но что если в этих стах есть хоть капля правды Это я стрелял в Трамп, а теперь пошли нахуй Здесь в глубине я овощ И мне хорошо в тайном мерке своего воображения Я могу фачить кого захочу, убивать кого пожелаю Твоё очко так уж доступно, как очко Мияги Я такой деревянный, мышцы превратились в связки Ты ещё не понял, на купюры не просто так лепят серийный номер А у тебя проблемы дома Твоих родители раздражают, что у них сын жирный уёбок Извини, но в том возрасте сосать уже не солидно Тебе посоветовали разнообразить баловую жизнь, блять И ты решил внести в неё женщину, но заебало быстро Все толстые девочки ставят себе аниме на аву Я не понимаю, каким хуем вы все слышите запах Эти вопросы извечные в мою голову въелись Я не понимаю, каким хуем рифмует слесарь В ней так сухо, я сушил там носки У тебя комплексы, заеблеивай Ведь 15 см только на вскидку У меня апатия, ты из дома, не выхожу из дома Ведь понятия о дом существуют только вне его зоны Заказываю в баре молоко плюс, и пока не лопну Кстати, это я замедлю, ютью, но вам похуй Но что если в моих текстах есть хоть капля правды Это я стрелял в Трамп, а теперь пошли нахуй Заказываю в баре молоко плюс, и пока не лопну Кстати, это я замедлю, ютью, но вам похуй Но что если в моих текстах есть хоть капля правды Это я стрелял в Трамп, а теперь пошли нахуй Субтитры сделал DimaTorzok Женщина всегда стоит раком Так овладевай сознанием даже проще, чем страхом Мой любимый цвет отныне прозрачный Единственный цвет, что не пытается скрывать правду Поэтому отныне ее трусы задраны, только факты Половой акт был подписан жидкостью из паха Смотри на контраст, и в этом гораздо больше счастья Чем искать его среди провокаторов, идите нахуй, бляй Все формы правления провалены, даже анархия А она скрывает яркого белого гризли под платьем Пока я ее трахал, она хрустела лезь с крабом Простите, но вы меня наебываете, как плести тежетатор Я протер хуй до дыр, где здесь метр до тель? Мне всего метр до отеля спрятаться от медведя Пусть играет сама с собой на раздевание В этой игре я остаюсь с пустыми карманами И с поломанной менталкой Какой нахуй газлайтинг или райнглотинг? Теперь мне придется покупать гастрайтинг Мне хочется все, кроме одиночества и только одиночества Я ставил тебе лайки со всех пяти аккаунтов Влюбленность порождает интимные связи А тем, в свою очередь, зависимость Так может лучше крокодил, блядь? Зачем платить больше? Какая нахуй взаимность? Взаимность в вопросах о смене обоев Где согласны оба? Если ее нету в два ночи, значит она с другими парнями Если меня нету в два ночи, значит я где-то бухаю Мужеподобная тварь Я желаю сказать нечто, но меня удерживает стыд Если бы ты желал чего-нибудь благородного или прекрасного И если бы твой язык не намеревался высказать ничего дурного То стыд не заволакивал бы твоих глаз Ты говорил бы о справедливом Мы вечны в том месте и не в том времени, в котором полагалось бы принимать данные действия Правильная версия жизни, как параллельная, зеленая, вымышленная И в нашей реальности разговора не излишне Нет никакого будущего или места под солнцем Есть только настоящее, и оно, блядь, уебищное И будет еще хуже, пока она сидит в манхуле Я чувствую себя жертвой и долбоебом без чути Ведь по сути я не верю в межгендерную дружбу Я здесь, чтобы утолять потребности своего хуя Который мог бы утолить и дома в одиночестве Но все портят приоритеты, навязанные обществом Почувствовать себя самцом, самоутвердиться перед собой Похвастаться друзьям, мы увидели ее Ай-яй-яй-ёк, нас разделяет время Нас разделяет материя Щель между ее ног и улицы Герцена Все все знают, все всегда все знают Нет ничего непонятного Все феномен, если по кампу Рассуждаю о неважном, пока миссия насчитает Мой орган, и в утро тебе слезы Или об тебя ноги И ты захочешь убить себя снова и снова Пока какой-то рэп прочитает тебе про лизер В тебе так много таблеток, что я уже провизор Прошлое полно призраков, как по телевизору Как во вселенной Гарри Поттера Запах горя и копоти, мы же не встречаемся Но ты меня ревнуешь, так какого хуя Так какого хуя Сожженная спичка в пепельнице полно окурков Никого нельзя обязать сверх его возможностей Но возможно можно их немного удвоить Всему всегда есть цена Я делаю это не намеренно Щель между ее ног и улицы Герцена Я желаю сказать нечто Но меня удерживает стыд Сожженная спичка в пепельнице полно окурков Никого нельзя обязать сверх его возможностей Но возможно можно их немного удвоить Всему всегда есть цена Я делаю это ненамеренно Щель между юнок и улицы Герцена Щель между юнок и улицы Герцена Сожженная спичка в пепельнице пола окурков Окурков, окурков Щель между юнок и улицы Герцена Но возможно можно их немного удвоить Субтитры создавал DimaTorzok